Привет, сноубордисты! У нас ещё одна новинка. Наконец-то к концу февраля приехала коллекция Ботинок 32. Я вам уже говорил причину, по которой мы так поздно её получили. Но такова жизнь, нам надо было обновить программу, поэтому мы не могли получить её раньше. Но зато она здесь, в магазине. И, возможно, что некоторые уже продали, а у нас они есть. Но, на самом деле, я не буду останавливаться именно на ботинках катальных 32, потому что, в принципе, все модели с прошлого года про одну новинку мы уже сняли видосик. А хочу вам рассказать про, как это выразится, ходильную обувь от бренда 32. В этом сезоне они добавили три модели. Третья к нам ещё почему-то не приехала. Не помню почему, не знаю. Но это такие были лёгкие тапочки, похожие на North Face. Наверное, поняли, о чём я говорю. А сейчас две модели, про которые я хочу рассказать. Это называется Diggers и Moonwalker. Ну, Moonwalker, понятно почему. Потому что эти такие луноходы, да, это мы, наверное, ещё с детства помним, что были такие, такая обувь, такая толстая, зимняя, тёплая, утеплённая, но не кожаная, которую называли луноходами. Но она до сих пор так называется. Есть до сих пор ботинки какие-то там Moonwalker или Moon просто называются. Ну, вот у 32 есть теперь модель Moonwalker. Кстати, такую обувь они делали лет, наверное, 7-8 назад, потом перестали. И так что, в принципе, это хорошо забытая старая модель. Я, на самом деле, себе купил такие ботинки, поэтому могу прямо рассказать свои ощущения. Они действительно очень тёплые. Здесь очень толстая, прям реально толстая, наверное, в сантиметр стелька. Стелька flat, никакого кембера или рокера. Flat стелька с шкуркой мёртвого чебурашки. Но из-за того, что она очень толстая, соответственно, она имеет хорошую теплоизоляцию. А внутри подошва изнутри фольгированная, то есть это тоже отражает тепло, соответственно, лучше сохраняет тепло. Тоже толстые стенки, опять же, с мехом мёртвого чебурашки. Здесь нет никакой мембраны, они не водостойкие, поэтому по лужам на них, ну, по глубоким лужам ходить всё-таки не стоит, они промокнут. Но в снегу, в таком мокром, влажном весеннем снегу, я в них тоже ходил, и они не промокали. В них реально было даже жарко. Единственное, что нужно под них надевать носок высокий, потому что здесь широкое голенище, если у вас носок низкий, то это голенище будет, ну, как так сказать, неприятно ноге, поэтому лучше надевать какие-то гольфы с ними. Ну, они реально тёплые, очень комфортные, в них так комфортно залезать, просто ты вставил ногу и пошёл. Для кого такие нужны, для чего? Ну, вот, например, этой снежной зимой, я думаю, они бы пригодились всем. Снежной зимой, да, где они были? В январе, феврале, там, в декабре? Ну, блин, приехали только сейчас. Ну, рекомендую, очень классная штука. Такие они есть у нас в трёх цветах. Это такие чёрные с камуфляжем, есть просто чёрные, и есть какие-то такие светло-серенькие, чуть больше девочковые. В общем, хорошо забытая старая модель. Подошва практически как у сноуборд-ботинок, то есть здесь часть EVA, часть резина. И могу сказать, что по утоптанному, такому хорошо утоптанному скользкому снегу эта подошва не скользит, то есть ни на подъёмах, ни на спусках. Я ни разу нигде не проскользнул, то есть это реально подошва с сноубордовых ботинок. И, кстати, они сделаны на той же фабрике, где делаются и обычные сноубордические ботинки 32. Вы спросите, до какой температуры рассчитаны такие мунволкеры? Ну, сами понимаете, такую информацию дать тяжело до какой-то. Я не думаю, что в них стоит идти в какую-то экспедицию на какой-нибудь условный Байкал, когда там минус 35 просто на протяжении месяца. Наверное, конечно, они не выдержат. Но вот такие вот наши урбанистические зимы даже в Москве, то есть у нас в Москве было очень много снега в этом году, но я бы не сказал, что было очень холодно, хотя с другой стороны температура иногда опускалась там до 20, а то даже и ниже. Ну, сами понимаете, наденьте шерстяной носок сюда, будет еще теплее, наденьте тонкий носок, будет прохладнее. Все регулируется слоями, такая же история, как с одеждой. Конкретно сказать, на какую погоду они рассчитаны, ну, наверное, невозможно. Ну, опять же, смотрите, вот сейчас на улице уже практически весна, тут у нас в центре на Таганке уже снега-то вообще нет. Конечно, такие ботинки сейчас вот здесь не нужны. А я, например, живу в Ясенево, там у нас прекрасный лес, куда я хожу гулять с собакой, там до сих пор куча снега. Снег, причем он не растаял, да, там не каша, такой нормальный хороший снег. И в таких ботинках, в таких сапогах до сих пор спокойно можно ходить. Это ноли, там плюс-минус, да, днем там перетекает в плюс, а ночью в небольшой минус. И вторая модель, это уже такая более городская, это кожа, нубук, тоже с такой же фольгированной подошвой, да, которая будет сдерживать тепло. Здесь еще вибран-подошва, ну, такая она городская, конечно, больше, но зато суперанатомичная стелька. Мало того, что у нее есть, это камрок, и у нее еще есть конкейв, то есть все как мы любим. И, кстати, еще момент, вот почему вообще мы должны купить вот это вот за 12 тысяч рублей, если мы можем купить в каком-нибудь там глобусе за 3 тысячи рублей. Ну, друзья мои, вы вообще кто? Вот кто вы нас смотрите? Вы кто, который нас смотрит? Надеюсь, что вы поклонники сноубординга, да, и, соответственно, вы, ну, какое-то, имеете отношение к сноуборду, там, ну, или к скейтборду. Но это бренд 32, да, это культовый сноубордический бренд. Ну, зачем вам там какое-то, не знаю, купить убожество за 3 тысячи? Ну, в конце концов, мы же уважаем себя, да, это, ну, понятно, если денег нет, то ты купишь себе и за 3 тысячи, но это все-таки сноуборд-бренд. Ну, как-то надо поддерживать индустрию, да, и поэтому, ну, вещь-то хорошая, на самом деле, интересная. В этом году я побывал в Поляне, там было столько снега просто, что вот, честно говоря, я пожалел, что не взял такие валенки с собой, я думаю, они бы там пригодились, хотя в какие-то моменты там вся эта куча снега подтаивала, просто ходишь по каше, и я, в общем-то, ходил в аналогичных ботинках вот этим, но только это были с мембраной, они, как ни странно, все равно промокали немного, но на самом деле вот это мне очень тоже нравится, я думаю, это будут какие-то следующие ботинки, которые я себе возьму такие апрыски, ну, там, для хождения по курортам, да и, в общем-то, по городу, почему бы и нет. Еще раз повторю, урбан стайл скорее такой апрыски, урбан, то есть, ну, это не какие-то там профессиональные горные ботинки для такого обычного повседневного использования в какие-то моменты, вот такие дела, вот такая история про бренд 32, одежда не приехала вообще, история такая, что они в январе нам поставляли, хотели поставку отгрузить, надеюсь, что в следующем году таких эксцессов не произойдет, потому что я знаю, вы любите 32, особенно любят те, кто катается фристайл, джиберы, да, то есть там, ну, да, действительно бренд коровый, я согласен, и мне тоже жаль, что не приехала одежда, но ничего, держитесь там, скоро уже начнется весна, потом лето, потом и Новый год, и следующий сезон, но пока вы можете перед поездкой в зимние, точнее, в весенние, летние лагеря купить себе новые ботиночки для фристайла, приходите в магазин Squod, Таганка, да не только на Таганке, это появилось сейчас во всех наших магазинах, сети, всем хорошего настроения и пока! Субтитры сделал DimaTorzok